Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Награждается Шамара Леонард Номинация полумарафон Субтитры создавал DimaTorzok Награждается Дроздов Денис Номинация «Длинный цикл» Номинация «Длинный цикл» с результатом 40 подъемов Награждается Награждается за помощь в проведении фестиваля по гиревому спорту «Крымский мост» Солединова «Лиля» Субтитры создавал DimaTorzok 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 Малахов Геннадий Награждается на YouTube Малахов Геннадий плюс вы говорили Нет, без плюсов И там YouTube канал будет Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Требенда Субтитры создавал DimaTorzok Требенда Можем Добрый 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 не старайся брать не как в рывке, как в рывке, а не вот так вот, она должна лежать где-то. Для начала можешь так. Взяла, подняла, стояла, опустила. Таких 6 подходов. Потому что 10 тебя не держат. Есть другие упражнения. Такие, такие. Не надо это все. Не надо запретать велосипед. Теперь, ну покажи мне, как ты рвешь нашу столу. Падает, да Семенович? Да ничего ты не делал, делал. Ну, как бы... Не так уже и плохо, да? Неплохо. Но, давай мы так, значит, посмотрим в такой момент. А теперь ты должна сделать так, ты должна так. Ты должна понять, что рука, рука это просто передача гири вверх и всю. Не хочешь ты, а что я хочу тебе убить? Это что я тебе делал? Я корреспондент Шрайбек. Ну, Шрайбек, конечно. Вот ее. Вот ты делаешь. Видишь, что я делаю? А потом, как надумаете... Резкое движение таза в гири полетело вверх. Видишь? Я ничего больше не делаю. А вот момент... Хоп! Подрыв. Подрыв. Подрыв своеобразно. Это одна из наших. Мы не рвем, да? Рукой. А мы рвем. Мы задаем энергию. Она пометит. То есть, энергия. Резкое движение. Оно потом не будет заметно вообще. Потом. Но оно... Это, слышь... Как это я сказал? Это, говорит, надо рвать и рвать. Она тогда сама покажет. Нет, не показывает. Да? Не показывает. Шестнадцать. Так. Второе упражнение. Твое любимое. Запрыгивание. Вот это упражнение. Тоже должно остаться. У тебя нет быстроты. Я не вижу вот этой вот, так сказать, прыти. Да? Ты как-то не так. А почему это объясняет? Ну да. Тихо, да. Да я же 32 года на вашего рвать. Уш! Пойми меня. Да не жирного. Я думаю, все равно, как-то ноги мало подключают. Можно спиной рвать выкинуть. А потом, когда нашего рвать, вот, трех, трех, хвостяк. Оба-на. И его возили. Ага. Ну, ага. Ну, ты что нашел деменец? Ага. Ну, немножко, да? Больше мышц участвует. Она легко лихит. А рука не устает. Так же. А так он не пишет. Забивать ничего. Если и рукой кинует. А так еще ноги подключаются. Ну, еще не сильнее. Типа. Ну, да. Ну, были. Ну, да. Под коленкой. Под коленкой у меня что-то растянуло. Все ли нормально, нормально было. Подбивали. Роги. Да. Мне так неудобно. Мне так неудобно. Интересно, люди говорят, что это неудобно. Ты сильно стоишь. Вот бывает так вот. Технику, когда не освоили, говорят, да неудобно так. Мне вот так. Потом, когда технику складят. Ну, мне, я считаю. Как фигачат. Ну, надо чуть. Рог вообще вот делать. Ну, мне же удобно. Почему я? Мне удобно вот делать. А тебе... Вот видишь, я делаю. Все. Оно как бы не видно вот. Все. Вот. Хоп. Она вверху. А у тебя, вот в этой точке, ты... Ну, нет такого... Я не вижу. Долго, думаю. Разгон. Разгон. Разгон, я считаю. Это нажать. Еще есть такое упражнение. Сука. Сука. Надо смотреть. Сука за минуту, ты сделаешь точек рукой. И так, некоторые тренера выискивают стаерки и беспринги. Если ты очень много... Это просто упражнение. Если ребенок очень много делали точек, если он мало, то он длительный. Если ребенок там нафигачил, я не знаю, сколько, то он... Ну, есть такие тесты. Так. Что я еще хочу. Значит, мы уже решили, что нет у тебя... Ну, вылетает гиль. Не, мне ни разу до этого. Вчера выросла. А? Мне кажется, и лимонезия проходит. Тут много факторов. Много факторов чего? Мне ни разу до этого вылетало гиль. Надо учиться выступать на лимонах. Может, волнение сыграло роль. Может, запросто. Мало стартов. Вообще их нет у тебя, можно сказать. А должны быть старты. У меня тоже такое бывает. Есть люди выходят и оцепенеют. Все. Они оп! Блин! Я толкал стопы, а тут вообще не мог. А это собрал фактор того, что вот... Вот. И ты не можешь. Надо уметь общаться с ними. Не быть запрессованными. Ну, как бы вот такое. Понимаешь, да? Значит, мы определились. Значит, с 24-х начнешь вот это ухажение. Не с 32-х? Нет. Можно с 32-х. Потому что у тебя нет у телефона. 16-24-22. Все подберуты. Могу я 3-х? 3-х? Да можно. Ну и стучок. Есть и другие упражнения. Да. Есть и другие упражнения. Разливающиеся. Разливающиеся. Это вообще ничего. Ну, начнем. Вот с этим. Все, цепляется, цепляется. Во-первых, он мне должен добавить в контакт. Иди к вам. Да я все-таки добавлю и буду тебя вести. Не волнуйся. Я тебе буду советовать, показывать. Мы с тобой это самое. Ну, надо как-то какие-то тренировки проводить даже онлайн. Сразу говорю, денег никаких не надо. Вот я приезжаю, ты меня кофе боишь там. Короче. Ха-ха-ха-ха. И все. Подожди. Мне надо сообразить. Значит. Ну, я же тебе говорю. Если я буду тренинг, то есть ты кросс-фитом могу заканчивать. Но нельзя. Понимаешь? Я понимаю, что это жизнь твоя. Ну, достигни ты мастера спорта. Потрать-ка полтора-два года. Вот она. Оп. И занимайся ты кросс-фитом. Оставшуюся жизнь. А так ты будешь бегать и туда, и сюда. А вот это. А вот так. И понимаешь. И вот. Вот. У тебя мастер спорта будет. Может быть ты дойдешь до трех-четырех подъемов. Как я был. Я мастера делал. Мне не хватало один подъем. Я его сделал, а судья не засчитал. Вообще. Обидно, обидно. А как? Ты обратно восемь месяцев тренировок. Вот к чему я тебя веду. Ты будешь, во-первых, запрещенаться. Отчего не знаю. Может ты очень сильно перетренировываешься. Это же тоже надо учитывать. То не тренируешься, как ты говоришь. Потом ба-бах тренируешься. Это очень вредно на сосредственную систему сердечную. Очень вредно. Если ты тренируешься. Как бы не было. Надо три раза тренироваться в неделю. Надо. Находить. На неделе. Чтобы. И вот на свитер три раза в четыре. В четыре. А хочу в гирях мастера. А что я сейчас в семье. Понимаешь, что что? Я понимаю, когда ничего нет. Ни семьи там. Ни домашних дел. Ни работы. Утром просфит, вечером, в день, тогда ничего нет, вон они приезжают на здоровье, что у них голова болит, да ни у кого ничего не болит, накормить, напоить, какие-то вещи купить, это что же складывается, все вот в одну, а еще ты захотела мастера делать, никак, быть, то есть можно себя загнать и все, и все, аминь. Я тебе говорю, мы с тобой просто общаемся, мы встретились и общаемся, а потом ты уже, конечно, я не подошла, я всегда стараюсь, я не говорю, что я там доходил знаменитый, нет, я тебе говорю, с своей точки зрения, что так нельзя, ты его выполнишь, но выполнишь, я не знаю, а может потом плюнешь и забросишь вообще, все, потому что психонешь, и забросишь, вот чему, ну занимайся кроссфитом, но не так, вот я тебе сказал поражение, прыгай на тумбу, все, у тебя нет скорости, нету скорости, что у нас, вот, далее про скорость, 30 метров, ты должна прыгать, ты должна прыгать, ты должна развивать скоростные качества, тебе, ну, я тебе пробег вот только на своем примере показал, я тоже думаю, а как, как я, это я, как я буду поднимать гири, это же должна быть выносливость, а я не буду бегать, ну, я, я же всю жизнь бегал, ну, так всю жизнь, ну, лет 10 точно, а тут травма такая, бац, все, и, нет, у меня еще шейка бедра сломана, вот, поэтому... Геннадий Малах и все, и помню. Я знаю, вы с ним помню. Добрый доктор, и бобик. Ты понимаешь, я с тобой общаюсь, да, кто-то дня мало, разговаривай, потому что мы с тобой общаемся, вот раз, одно за одно цепляется, и вот в этом констерте мы должны вот тут еще разобрать, вот столько вот, а вот, завезите столько мы еще должны вот тут разобрать не а потом это все вот сюда вот соединить в это ядро когда мне появится сейчас давай выступим ты же не убегаешь я не знаю я теперь уже не хочу ничего сорвалась гиря знаешь и вот можно в матом ничего страшного тренирую девочек по но они хотят пауэрлифтинг у меня две девочки до мастера осталось чуть-чуть приседают там по они маленькие 1 52 до 63 приседаю там по 120 по 130 ну неважно же мы и мы поехали в питер выполнять мастер приезжаем ну не справилась нас вам не знаю вот там у нас компе за такие вот она мы заказываем 160 присед первый я бы она подходит 150 села встал я думаю про себя не пойду-ка на пятерочку скину еще уверен 155 шик шик я не успел сказать на стойке она сделает шаг назад не считать и все и два подхода потом еще в дыру она выходит и что ну надо нам сейчас по теоретически занятия провести я сейчас пойду мне сейчас пообщаемся обсудим меня посмотреть вот ты же видела как я рву тебе что-то заинтересовало ты что мне подошла ну вот поэтому надо как-то это самое разобрать все процесс тренировочный складывается очень долго не так что попастью тренирую я вот послушал ты не а я тренирую по-другому ты попробуешь мои тренировки а вдруг пойдет я тоже тренировался так я помню на ги планы писали я я думаю боже как они это все выполняют я потом еще лежал часа зачем тренировка должна идти целенаправленно 40 40 минут разминка это геребал а у меня сестра красиво я просто что хочу сказать вот из такое понятие что психическая энергия которая поддержит волевое я бы я вас просто перебью можно просто забуду не 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 вот она вся я вот я показываю себя посмотри на меня или посмотри и вот потрогать да причем здесь нам а ты вся ты закопрещена очень я и говорю завести планы лучше лучше чтобы вот это вот надо подразбить это надо все под ты нет ты такой останешься красивый молодой ты вот у вас кровь не течет господи я не знаю как это выразить не течет я за чего не говорю ну ты понимаешь как язык и причина ну честно психическая я не знаю психическая энергия вот это основа да и вот эту психическую энергию вот смотри ее можно так сказать течение дня там направлять на тренировочку потом допустим crossfit еще туда еще туда она распыляется понимаешь а тут ты концентрируешь ее айса гиря то гиря вот и она тогда туда начинает дочь туда остались и я просто вот на тебя глянул и как бывший штангист я понял crossfit и штангу поднимаешь это что когда подъем штанги подъем гири вот как александр это две разные вещи у тебя сложилась техника подъема штанги то есть трапеции вот это вот это тут а здесь больше надо именно из-за гири мотылять вот этим вот вот этот тазом поймешь а руки как и как плечи и получается у тебя сформировалась техника вот это crossfit овская это ее гири применяешь и поэтому тебя как бы не хватает вот вот и не техники не силы ничего на то а это действительно выполнил норму мастер спорта выполнил и занимайся ты своим любимым кроссфитом но те же мастер спорта а как в расцвете тоже ты есть мастера спорта там хотят что-то не когда-нибудь будет у нас непрофессионально у нас любительство для себя нет тут в любом деле это шутки распаляешься это же надо на что-то жизнь есть не работают я вот вот штангой занимался там допустим это самое александр знает там и мастера спорта там все это там и это и я смотрю вот мне там допустим интересно приседать там там жим лежа там становая еще что-то делать оказывается что на фиг это надо вот а усвоил движение рывок толчок и ты накачиваешь эти движения накачиваешь накачиваешь силу в них они приседаниях потому что если люди 300 приседают а допустим 200 берут на грудь и не могут стать зачем а другие всего на все 220 приседать зато 200 толкает это вот это действительно сила она вот в тазе вот вот здесь вот она вот как их штанге так и в этом видит она полетит но потом не будет заметно вот это вот так что во первых у тебя дури есть материал его надо пустить и там быть и сеанс понимать что такое тяжелое атлетики и что такое гири гири это выносливый силовой спорт а тяжелая это взрывной спорт на раз ты и ты спать по ним ты свои мышцы примучаешь на самого на рапри ючи ну не надеюсь там там пусты там еще ну все равно там как там 10 раз ты это сделал десять раз ну все равно а тут надо стал а ты приучила всю вот это вот уже и это надо меня пример приведу и своей тренерской приходит ко мне парень александр вам хотел вас поблагодарю за что а он учился в иваново а в иваново дискотека танку такие шоу проходит и просто просто было как бы сказать дискотека идет народу тьма вот и просто а все сделал те же девушками приходит с красивым и а там же и таки и вот таки и иконку подъем не просто там просто конкурс подъем выходит и он такой девочка вот и куда ты пойдешь там тебя сейчас разорвут стали они подымали дыхалка и дыхалка стали они подымать 40 ну тут там 60 с чем-то поднял а он там главное чтобы гиря была вверху техника он 80 раз пихнул да а сколько было восхищение вот этой девушки а сколько ненависти было у тех девушек этой девушки понимала вот такой потом несколько уже родители поблагодарили меня что гиревой спорт он в армии очень нужен очень потому что в армии но есть спорт роты ездишь там я был куда а много много и таки скоростного надо ну чуть чуть надо и у целенаправленно потратить время пойми вот это воду в русло и запустить ты выпала значит 24 ну вот эти вот качели должно делать 3-4 раза перекладываю чтобы накачивалась вот это движение вот это вот будет ну какая разница 15-20 я считаю 3-4 переход я попробую ты колбасишь можно потом начинаешь добавлять потом начинаешь добавлять лопатку когда она чуть-чуть выше подлетает ну кто добавляет то нет ну чуть-чуть широко становится а просто поставь поставь еще чуть-чуть шире еще еще да да смотри вперед не смотри вниз поп вперед а что штангетками ты стоишь у тебя вот вот такого не должно быть это вот штангетки должны быть обувь и тут получается вот я просто смотрел за александр вот смотри вот когда многие так стоят вот это от силы что они дают они вот вот сюда дают а если вот так они как-то вот так под углом что-то не то понимаешь у нас не приспособлены а вот у нас больше поэтому вот это движение то есть это запомнить то есть напряжение это не то понятие вот мы отдыхаем 3-4 часа отдыхаешь нет в организме совсем по-другому даже полсекунды 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 ничего но клетки доставки нам процессы происходят очень в деталь но надо отдыхать нельзя например бать вот так вот что ты стоишь у тебя и у тебя на другом а ты должна посмотреть хоп они уже вот как расслабились да вот ты как бы ты как бы и не понимаешь об этом но ты вот они вот так вот потом вы движетесь потом обратно оп они напряглись оп и они расслабились но это я медленно показывал а когда ты работаешь это все в долях секунды просто расслабление и напряжение неотъемлемая часть ритмичность должна неотъемлемая так же и в толчке толкают толкают нет так же и психология ну блин ритмичность должна быть чик 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 это конечно психология психическое состояние спортсмена это конечно другое потому что естественно здесь я приехал отдыхать да а когда я пойду на мир там совсем все по-другому будет там надо настраиваться вот все позади Москва купать некуда примерно так благодарю за просмотр если вам понравилось видео ставьте лайк звоните в колокольчик и подпишитесь на канал ваше участие развивает канал и способствует его продвижению вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов Про доброго здоровьица и до новых встреч 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 ?? посмотрите как